Ну и вот, я буду выглядеть сегодня вот так. Это мои новые шмоточки, которые я прикупила вчера в секунде. И вот эти шорты, от которых я просто обалдею. Не знаю, этот цвет мне так нравится. Какой он там горчичный, что-то как-то так. И вот это вот кимоно, накидка. Насмотрелось образов и идей у некоторых девушек, которые ведут фэшн-каналы. И не знаю, меня как-то так это вдохновило. Мне очень понравилось. Здесь у меня обычная майка, тоже без белья. Будут мои вот такие вот сандали еще. И да, я еще накрашусь, распущу волосы. Я их собрала, потому что у нас жарко, чтобы они не липли ко мне, потому что они потом в сосульки превратятся. Да, у меня еще была дилемма по поводу того... Короче, я собиралась сегодня сходить в кинотеатр за покупками небольшими там, порешать дела и, соответственно, на фотосессию. И что же я выбрала? У меня, короче, уже не получается в кино пойти, потому что я уже не успела на сеанс. А следующий будет очень поздно. И, соответственно, потом на фотосессию я точно не успею. И до фильма тоже я не успею, потому что мне нужно поделать дела. Короче, вы не поверите. Я выбрала вместо фильма фотосессию. Короче, мне стоит сегодня тоже много ходить, много путешествовать. И, в общем, да. Кстати, я хотела сходить на фильм... Господи. На фильм Человек-паук. Вот им я и пожертвовала. Не знаю, мне очень хотелось. Я трейлер посмотрела, мне понравился. Как бы... Почему бы и нет? Но уже не пойду, потому что хочу сходить на фотосессию. Ну, в принципе, фотосессию я делаю для себя. Как бы не ради кого-то я жертвую. Да, там, не ради даже себя. Просто, ну, как бы поставила... Расставила приоритеты так, чтобы сделать выбор в пользу чего-то. Да, и что-то выбрать. Как бы мне важнее, там, допустим, пофотографировать, что-то поснимать. Мне это в последнее время очень нравится. Поэтому, как бы, я не в минусе, я не в ущербе каком-то. Просто вам говорю о том, что... Я даже сама от себя не ожидала, что я выберу вместо фильма просто прогулку по парку, да, и фотосессию, соответственно. Ну, в общем, как-то так. Модная чика на связи. Знаете, в чем прикол? Это кимоно, как высохло, помятым. Так я в нем и пошла, потому что у меня нет ни отпаривателя, ни утюга. Круто. Ну, мне насрать вообще. Кто что думает, за собой нужно следить. Блин, мне кажется, лето сейчас что не наесть. Лето. Прям такое вот лето летнее. Друзья, первые желтые цветы. Охренеть. Капец. Ну и жарище. Сегодня прям лето, что ли. Прям неожиданно. С чего бы это вдруг? Лето. Почему не в декабре? Я так устала, так упарилась. Короче, на фотосессию я так и не сходила. Мне захотелось зайти и сделать покупки. Я все-таки купила рюкзак, который так хотела. Вернее, не какой-то определенный, а просто хотела рюкзак. Потому что мне неудобно с сумкой ходить и со спортивным рюкзаком как-то не очень. В общем, хочется какой-нибудь такой хорошенький, классический, что ли, на повседневку. Потому что со спортивным некоторые луки, да, некоторая одежда не сочетается. Зашла, сделала покупки и сейчас придется зайти домой, положить все, выложить все с сумки в рюкзак. И пойду фоткаться и снимать. Не знаю, я что-то в последнее время так этот процесс полюбила. Не знаю, почему. Ну, наверное, это неплохо. Главное, что мне это нравится, правильно? И я надеюсь, это нравится вам. Нравится смотреть все, что я снимаю. Нравятся фотки, которые я в ВК выкладываю. Нравится же! Меня там как-то просили показывать покупки всякие. Вот, в очередной раз ходила. В принципе, ничего такого не купила, но кучу денег потратила, как обычно. Да и, наверное, как у всех. Завтра у нас будет кукурузный день. Хотим себе устроить. Вот, взяла кукурузу, 10 штук. А-а-а! Я думаю, короче, этого хватит нам на целый день. Взяла вот такую вот штучку для мочалок обновить. Потом в фикс-прайсе также взяла... Что это? Короче, тряпочки. Я пользуюсь вот такими вот тряпочками в качестве полотенчиков. Так, взяла вот такую вот в фикс-прайсе банку. Как раз-таки для вот этих вот... Для гирлянды в виде светлячков. Короче, я в такие банки у нас ничего не складываю. И смотрела как-то недавно, по-моему, на Алиэкспресс или где. Я смотрела, короче, вот такие банки. Ой, нет, в Икеа. Вот. Так там они намного дороже. А здесь как бы 100 рублей. Тем более это стекло. Выглядит оно просто красиво. Я хочу в качестве такого вот фонарика сделать на балкон. Так, взяла вот такой вот напиток Mountain Dew. Мы очень любим его. Брала в фикс-прайсе. Короче, вот эта бутылочка мне 50 рублей обошлась. В общем, жесть, конечно. Взяла, зашла квас на разлив. Так, взяла вот такие вот штуки для бачка. Это как очищающие такие, в общем, штучки. Это антибактериальные. Их нужно в бачок кидать. И оно как бы там само, в общем, делает весь процесс, который нужно. Так, вот такую вот обложку для паспорта взяла. Как вам? Бьюти-паспорт. Как раз для меня. Я же бьюти. Так, взяла вот такую вот визитницу. Потому что до этого я брала... В нашем фикс-прайсе я не нашла таких. Именно рядом, которые с домом. Это я была в другом фикс-прайсе, который подальше от нас находится. И в нашем я как-то брала вот такие вот. Но они мне не очень нравятся. Потому что здесь, допустим, одна вот такая вот плашка, да, как она называется. Один лист, короче, в него с двух сторон засунуть нельзя. В общем, все с одной стороны только засовывается. Короче, не знаю, сама она такая вот. Вот этот рисунок, по крайней мере, именно на этой вот визитнице уже почти слез. Он был намного ярче, намного привлекательней. Я брала две такие. Одну черную с фруктами. Короче, мне нужна была для дома одна. Чтобы просто визитки всякие такие нужные для дома складывать. И одна нужна была для сумочки, чтобы всякие скидочные карты туда пихать. Так вот это, мне кажется, намного лучше. Я взяла в таком вот аквамарин, или как этот цвет называется, забыла. В общем, короче, зеленоватый, зеленовато-синий. Короче, прикольный. Так, зашла еще в Милену Шарм. У нас есть такой магазин, в котором все вот эти сети Avon, M-Way, Faberlic, все вот такое вот продается. И зашла, взяла, хотела взять Today, разрекламированный всеми. Ну, короче, он мне не понравился абсолютно. Просто вот, ну, мачмала какая-то. Причем, ну, знаете, это такой вот возрастной действительно парфюм, мне кажется. Взяла вот такой вот, это, по-моему, новинка у них. Аттракцион, который посветлее. Очень мне понравился. И также взяла свою любимую тушь от The One Ariflame 5 в 1. Балдею от нее, очень ее люблю. И ни на что не променяю. Потому что Vivienne Sabo, это просто трэш какой-то. Вот и все покупки. Я надеюсь, вам было что-то полезно, что-то интересно. Как бы из еды в основном у нас вот кукуруза. Завтра будет у нас кукурузный день. Почему кукурузный? Потому что мы все выходные себе всегда позволяем какую-нибудь пиццерию. Я не знаю, обжорство какое-нибудь в гамбургерной. Все такое, знаете, неполезное. Именно выходные дни. Потому что в другие дни мы как-то себя воздерживаем. Да и времени особо нет у нас куда-то ходить. Либо что-то такое гастрономическое готовить. Но на эти выходные мы договорились, что как-то притормозим. Потому что весы показывают не то, что нам бы хотелось. В общем, у меня уже рука трясется. Я очень устала. Сумки несла. Короче, хочу немножко передохнуть и пойду в лес. И вот, кстати, мой рюкзак. Я не знаю, как вам его лучше показать. Короче, он обычный. Вообще, как бы, немножко на барсетку, мне кажется, смахивает. Да, но, не знаю. Мне очень понравился за счет того, что качество хорошее. Блин, я только сейчас поняла, что вот эти все... Блин, буду звенеть ходить. Он небольшой. В общем, как я хотела. Классический такой. Будет под все наряды практически подходить. По крайней мере, не спортивный. Мне кажется, супер. Как вы считаете? Я, как обычно, пришла домой, пока наснимала, пока все разложила. Ой, уже шесть часов. И я одна иду в лес. Я надеюсь, мне маньяки не встретятся. А то многие желают. Сегодня что-то дофига людей в парке. Это парк оптимистов. Обычно в этой чаще людей не так много. Но сегодня прям... Сегодня пятница. Короткий рабочий день. Наверное, все повылазили. Я уже поснимала, пофоткала. Но это еще не все. Не могу вспомнить, что мне напоминает этот запах туалетной воды, которую я взяла. Уже выход. Я бы так бы ходила бесконечно, вот честно. Жалко, что у парка есть конец и начало. Хотя, может быть, и не жалко. Это же все-таки парк. Я нашла пенек, который будет мне штативом. Боже, я так переживала, что не на чем будет здесь ставить камеру и снимать себя. Но я уже столько вариантов нашла. Что значит, когда хочешь, да? Снимаю я себе такая. И едет машина. Ну, наверное, на отдых. Или просто на интим. Но в парке я машины очень редко видела. Ну, по крайней мере, в этом. Именно в этой чаще. Я, кстати, надеюсь, вас не напрягает, что я снимаю на разные камеры. И это заметно и в качестве видео, и в звуке. Потому что, допустим, легрия, на которую я сейчас снимаю, она хорошо улавливает мой говор. Остальные все звуки как-то притупляет. А вот эта камера, она очень улавливает звуки посторонние. Здесь рядом трасса. И она все это улавливает. Я когда монтирую, потом просто очень слышно все окружающие звуки. Но меня вообще слышно еле-еле. Поэтому я на эту камеру стараюсь снимать только дома. Какие-нибудь такие фрагменты небольшие. А на легрию все разговоры практически снимаю. За редким исключением на эту. Я не хочу выходить. Пойду назад. Времени уже, конечно, до хрена. Но и фоткать уже-то нечего. Блин, здесь столько малины. Малиновых кустов. Капец. Вот малина. Вон малина. Ого! Надо подкушать. Ну, давай. Давай. Блин, столько грязи в парке. Хорошо ее как-то прячут кусты всякие. Потому что, ой, господи, когда вы, люди, научитесь уже беречь, беречь просто чужой труд, беречь природу. Это же так прекрасно. Она же вам потом какую красоту приносит. Ой, ладно. Буду я уже выходить, наверное. Я вообще каждый день столько хожу. И неудивительно, что я вечером лежу просто на кровати и думаю, блин, как у меня болят ноги. Странно, да? Кто-то тапочки оставил. Переобуться, что ли. Блин, хотела одну крикуху вам заснять. Но она, скотина, орет почему-то выборочно. Не знаю, может быть, если... Господи, меня что-то так повело. Что это? Кто это? Люди сразу, проходящие мимо, так замедливают шаг, чтобы посмотреть. А что она там делает? Идите сюда. Я вам сейчас все покажу. Главное, вот знаете, что меня поражает? Люди, которые на тебя так смотрят, как на дебила, так постоянно выпучивают глаза, но, приходя домой, включают таких же, как я, и смотрят. Парадокс. Теперь будут орать беспрестанно. Да ухожу я уже, ухожу. Уже и камера садится. Там какое-то прям целое семейство крикунов. Помните, кстати, фильм такой был? По-моему, ужастик. Это продолжение Blade, если я не ошибаюсь. Мне раньше нравился этот фильм. Ну, серия фильмов, там несколько частей. Кто, кстати, смотрел? Я уверена, что многие смотрели этот фильм. Сяду, посижу. Что-то как-то я задолбалась. Смотрю, все сидят на травке. Надо, блин, на пикник сходить. Главное, не долбануться. Здесь как-то конструкция такая странная. Все держится. Дерево держится на деревьях. Знаете, что мне не хватало для счастья? Пера. Но я так и не нашла. Вернее, одно нашла. Но, короче, не подняла, потому что мне было стыдно. А сейчас иду и не могу найти. Кроме какашек собачьих я не вижу ничего. У меня всегда так много идей для видео. Но чтобы некоторые из них воплотить, нужно два человека. Так как я одна, половина моих идей не воплощена. Но я надеюсь, что я, может быть, как-то смогу это всё исправить и хоть сама как-то воплотить некоторые идеи. Голова иногда бывает ночью пухнет. Когда спать нужно, я думаю о том, о чём мне нужно думать. А чаще всего я думаю о видео. Как ни странно. Я не верю своим глазам. Вот что значит, когда чего-то очень хочешь. Вы это видите? Она меня так перепугала, скотина. Ужас. Смотрите, какая жирная. Белка. Ты чего такая тостая? Оставлю пёрышко на память о моей удаче. Надеюсь, оно мне принесёт удачу в дальнейшем. Подхожу домой и схватила судорога. Капец. Сводит так, что еле домой шкребу. Проходит и снова схватывает. О, так неприятно. Вот и всё. Наконец-то я в кроватке. Спасибо всем, что провели это время со мной отдыхать. Смотрите. Спасибо. 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 Спасибо.